Здравствуйте, ребята! Меня зовут Автандил Арстамбекович, я учитель русского языка. Я рад снова видеть вас. Ребята, посмотрите на рисунок. Кто летает в небе? Правильно, голубь. Какую букву мы поставим Б или П? Как проверим? А мы помним, что надо изменить слово так, чтобы после согласной, которую мы проверяем, стояла гласная буква. Проверительное слово Голуби. Здесь мы четко слышим звук Б. Значит, пишем букву Б. Голубь. Это слово я вспомнил, не зря, потому что один мальчик, которого звали Леша, мог превращаться в голубя. Об этом мы и поговорим, но попозже. Итак, тема нашего урока – фантазер. Сегодня на уроке мы научимся различать твердые и мягкие согласные. Научимся писать слова с мягкими согласными. Побеседуем о семейных ценностях, о маминой гордости и подумаем о том, как можно порадовать маму. Но сначала мы познакомимся с новыми словами. Прочитаем слова. И обращайте внимание на ударение. Животновод. Необыкновенный. А теперь, ребята, повторяйте за мной. Старайтесь произносить правильно. Животновод. Еще раз. Животновод. Необыкновенный. Необыкновенный. Превращаться. Превратиться. Превращаться. Превратиться. Румяный. 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 Сель. Еще раз. Сель. Удар. 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 Ребята, попробую вам разъяснить новые слова. Показать значение слов на примере картинок и разных предложений. Животновод. Это тот, кто выращивает домашних животных. Но животновод – это понятие широкое. Животновод может быть и дояркой, и ветеринаром, и пастухом, и скотником, и даже птичницей. Следующее слово. Необыкновенный. Синоним. Необычный. Особенный. Фантастический. Антоним. Противоположное значение. Обыкновенный. Обычный. Простой. Сейчас на экране вы видите необыкновенные дома. Необыкновенными могут быть не только предметы, но и люди, и животные. Например, необыкновенный ребенок. Необыкновенный зверь. Следующее слово. Превращаться. Превращаться. Превратиться. Например, золушка превращается в принцессу. Гусеница превращается в бабочку. Румяный. Красный или розовый. Например, румяное лицо. Или румяные щечки. Следующее слово. Сель. Это бурный грязевой поток. Например, по новостям передали, что в горах сошел сель. Горный сель сносит дома и машины. Удар. Слово. В значении удар чем-то это резкий, сильный толчок. Например, удар ногой. Или удар рукой. В значении солнечный удар это болезненное состояние от долгого пребывания на солнце. Например, у мальчика солнечный удар. Ребята, мы подобрали картинки каждому новому слову. Чтобы вы поняли значение слов. Теперь, к этим новым словам вы должны подобрать соответствующие значения. Найдите их. Ну как? Совпали наши ответы? Тогда идем дальше. Следующее задание поможет узнать, как от согласного звука меняется значение слова и смысл всего предложения. Ребята, слова, которые вы видите в правом столбике, поставьте в предложение по смыслу. Например, вы видите два предложения, где надо поставить слово. В первое предложение мы поставили слово «спор», а во второе «спорь». Еще раз прочитаю. Долго не утихал спор между ними. Следующее предложение. Не спорь со старшими. Подумайте, какие слова вы поставите в остальные предложения. Вот и ответ. Его отец был животноводом. Аскар бил молотком по гвозью. У Миши есть яблоко. Миша ест румяное яблоко. Миша ест румяное яблоко. Был слышен удар грома. Ударь молотком по гвозью. После дождя в горах был сель. Мальчик сел не на тот автобус. Как вы думаете, какими звуками отличаются друг от друга слова в правом столбике? А я объясню. В слове спор согласный звук Р. Твердый. В слове спорь согласный звук Р. Мягкий. В слове был согласный Б. Твердый. В слове бил согласный Д. Мягкий. Видите? А в слове «есть» согласный звук «т» – мягкий, в слове «ест» согласный звук «т» – твердый, в слове «удар» согласный «р» – твердый, а вот в слове «ударь» согласный «р» – мягкий, в слове «сель» согласный звук «л» – мягкий, а в слове «сел» согласный «л» – твердый. Вы обратили внимание на то, что один согласный меняет значение слова и смысл всего предложения? Это важно. От того, какой согласный стоит в слове, мягкий или твердый, меняется весь смысл предложения. И мы в этом убедились на примере нашего задания. О мягких и твердых согласных мы сейчас подробно поговорим. Итак, твердые и мягкие согласные. Мы знаем, что согласные различаются по глухости и звонкости, но согласные делятся еще и по твердости и мягкости. Да-да, по твердости и мягкости. Посмотрите на таблицу. Мы видим парные, твердые и мягкие согласные. И не парные, твердые и мягкие согласные. Вы спросите, а как произносить эти твердые и мягкие согласные? Сейчас объясню. При произнесении мягких согласных наш язык приподнимается вверх. Сравните и попробуйте произнести. Р, р-р-р-р-р-р-р-р. Б-и- б-т-и-т-и-ты-с-с-с-о-ль-л. слова спорь спор бил был брать брат весь вес стали стал ребята давайте потренируемся в произношении твердых и мягких согласных внимательно слушайте слова которые я произнесу и повторяйте за мной брат брать ел ель стал сталь вес весь угол уголь воз вез сад сядь был бил ну как получилось произнести твердые и мягкие согласные это все мы выполняли устно а теперь посмотрим как обозначаются твердые и мягкие звуки на письме после твердых согласных пишутся гласные а о и у например мал мост сэм лук был мы слышим что в слове мал стоит твердый согласные м и поэтому будем писать гласную а то же самое можно сказать и об остальных словах после мягких согласных пишутся гласные я я я я я я и например мял мил лед люк бил здесь мы слышим что в слове мял стоит мягкий согласный м и поэтому будем писать гласную я гласная то же самое можно сказать и об остальных словах после мягких согласных на конце слова пишется мягкий знак например например пыль конь весь январь мать а здесь мы слышим что в слове пыль стоит мягкий согласный ль и поэтому поэтому на конце слова будем писать мягкий знак то же самое можно сказать и об остальных словах после мягких согласных перед согласной пишется мягкий знак например пальто например пальто коньки письмо зорика в этом случае мы слышим что слове пальто стоит мягкий согласный ль и поэтому перед согласной т будем писать мягкий знак я думаю что в остальных словах вы без труда объясните написание мягкого знака я надеюсь вы поняли этот материал да он чуть-чуть сложный но если мы закрепим его в следующем задании то нам станет еще понятнее итак ребята вы готовы в следующем задании нам надо заменить в словах твердый согласный на мягкий согласный вот эти слова но первые два слова я вам объясню подробно нос мыло рад лук вес забыл воз слово нос где звук н это твердый согласный но сейчас мы твердый согласный н смягчим то есть сделаем мягким согласным что получилось получилось слово нес с мягким согласным не а после буквы н по правилу поставили гласную йо вот так слово мыло где буква м обозначает твердый звук сейчас мы твердый согласный мы смягчаем то есть делаем его мягким что получилось получилось слово мило это имя с мягким согласным а после буквы м по правилу поставили гласную и остальные слова попробуйте изменить самостоятельно опирайтесь на правило и у вас все получится правильно когда будете выполнять задание обратите внимание как с изменением согласных меняется само значение слова чтобы вам было легче я выделил красным цветом те согласные которые надо заменить ребята давайте сверим наши ответы если правильно то вы молодцы смотрите нос нес мыло мило рад ряд лук люк вес весь забыл забил воз вез итак мы поговорили о парных согласных по твердости и мягкость показал как писать слова с мягкими согласными а теперь мы узнаем что случилось с мальчиком который умел превращаться в голубя давайте прочитаем текст я читаю текст слух а вы читаете про себя следите за текстом внимательно потому что после того как мы прочитаем вы ответите на вопросы а а вопросы вы видите на экране вопросы в кого лёша превратился какая птица голубь почему лёша решил превратиться в голубя почему мама радовалась почему мама радовалась как вы думаете мама гордилась сыном и почему итак ребята я читаю текст жил-был мальчик лёша он умел превращаться во все во все вот раз он стал голуби вот раз он стал голубя сел на подоконник и постучал клюпом в окно а мама как закричит кыш чего сел она его конечно не узнала лёша и говорит я же твой сын лёша а ты моя мама лида тут мама все и поняла и дала ему крошки хлеба а лёша стал летать перед окном и рисовать в воздухе разные фигуры люди смотрят удивляются а лёша и рад что целый ряд машин остановился и все смотрят на него а мама им говорит это не чужой голубь это мой сын лёша у него необыкновенные способности я его отдам в английскую школу музыкальную и на фигурное катание ну как нашли ответы на вопросы а теперь посмотрим примерные ответы в кого лёша превратился лёша превратился в голубя какая птица какая птица такая птица которая может сесть на подоконник и стучать клювом в окно почему лёша решил превратиться в голубя чтобы рисовать в воздухе разные фигуры почему мама радовалась мама радовалась тому что её сын превратившись в голубя мог рисовать разные фигуры а люди удивлялись этому чуду даже машины останавливались как вы думаете мама гордилась сыном и почему да конечно потому что у лёши были необыкновенные способности а на последние два вопроса ребята вы ответите самостоятельно и положите в своё портфолио что радует вашу маму что нужно сделать чтобы мама радовалась и так ребята сегодня на уроке мы научились различать твёрдые и мягкие согласные научились писать слова с мягкими согласными побеседовали о семейных ценностях о маминой гордости и задумались о том как можно порадовать маму на сегодня все с вами был Автандил Астанбекович до свидания